Здорово, стратегические жевжики. Очередная дуэлька в пятую циву. Карта запад-восток. На развитие, я думаю, поиграю. В данном случае не я хост. Чувак только без великой стены и великой библиотеки. А вот дипломатия, если что, разрешена. Так, мне выпала Швеция, но тут будет всего два города-государства. Правда, старт вроде ничего такой. Надо глянуть только что у соперника. Мало ли. Рестарт будет. Санга, нет, рестарта не будет. Вот только проблема в том, что это озеро, а не внутреннее море. И вот тут озеро будет тоже. Пиши гляну. Блин, неохота, честно говоря, сюда идти к Петре. Я бы остался здесь. Возможно, тут потом какой-нибудь еще город будет. Блин, ну и далеко, видите. Блин. Может, наоборот, куда-нибудь. О. Давайте я так поставлю. Конечно, очень много, но вот это выглядит на Петру, например. А тут, может быть, какой-нибудь еще город потом будет. Он на море поставил. Очевидно. Короче, нам надо... Давайте наша комбо, любимая Артемида, висячие сады, Петра. Он явно там будет второй город. Но нам Петра тут точно нужна, иначе это плохое место для столицы получается. Так, руинки тут должны быть. Ну, мне кажется, хорошо, что я отсюда ушел. Тут как раз место для второго города, например, неплохое будет. Больше места друг для дружки оставим. Так, надеюсь, ГГшку я первый встречу. Да. Женева. О, у меня сейчас будет пантеон. Вопросы. Я бы, наверное, все-таки на серебро и золото взял. Пантеон. Хочется, конечно, наметь железо и соль. Но я... Ух ты, тут еще и... Великий барьерный риф. Но это для Женевы, конечно. Ладно, давайте, наверное, все-таки... Все-таки на золото и серебро. Потому что у нас уже будет сразу капать одна культура и... Я понимаю, что только еще одна клетка я вижу. Я понимаю, но... Блин... Ой, я тут даже не поставил... Это я плохо, конечно. О, блин, начинает... Можешь ли ты играть быстрее? Могу, конечно. Подумать надо... О, население. Вот это, кстати, здорово. Вот это, кстати, здорово. Пока... Пока вроде все ничего так идет. У соперника явно, да, два населения еще только. Понятно, тут традиция будет. Слушайте, а что мы только всего одну руинку нашли? Да, всего два города государства, так что второй у него. На стройках карты так стоит. Ничего не могу поделать. Нету вообще никаких... А, тут вот так реки, да. Нету вообще амбарников. Но я могу пропустить светилище теперь, понимаете. Дальше майнинг, конечно же. Так, здесь начинаем амбар. И растем. Ну, не сейчас, правда. Потому что 10 ходов. Тут давайте быстрее амбар, чтобы построился. Пока я не могу обрабатывать ни медь, ни камень. Поэтому просто ферму. О, там еще сверху лошадь. Отлично. Да ты прикалываешься. Да ты прикалываешься. А, блин. Тупой варвар. О, охоту открыли. Блин, жалко охоту, а не лучников. Я бы на лучников переключился сейчас строить их. Да, блин, я отсюда. Ну, вы прикалываетесь. Факин варвары. Не хочу дуболома строить. Я хочу лучников строить, когда будет возможность. А дуболомов просто не хочу. Что, убьем его? Не убьем. Ну, что, дали культуру, походу, дали. Пока процент так. Ну, пошли, наверное. Так сделаем. Пока. Так, стоим. Стоим. Блин, два хода. Давайте, наверное, пока рабочего. Тут я прям переключаюсь на рост. Так, можно проатаковать, я думаю. О, блин, раз в четвертом радиусе. Жаль. Вообще, нам надо расти, потому что за счет роста мы как раз будем науку получать, чтобы быстрее открыть. Мы не будем открывать библиотеку сейчас довольно долгое время. Вообще, мы в один город будем играть довольно долгое время, опять же. Так, давайте лагерь этот найдем. Прикол тут, что ли? Да нет, наверное, вот на этой. Да нет, тут не... Ладно, сейчас увидим. Да, вот на этой клетке лагерь. Так, переключаемся на лучника. Слушайте, окружают демоны. Ну, чтобы сюда ставили, чтобы не разграбили ферму. Да, проблема, что пока у меня мало производства, на самом деле. Но, по идее, по идее, так, открытую местность прокачаю, потому что иначе, мне кажется, тут... Блин, они и так могут убить вообще-то. Или не убьют. Сейчас узнаем. Потому что я вылечусь. Не убили. Да вы... Господи, откуда вы претесь все? Да, конечно, без... Без... Армии очень тяжело. Слушайте, он не ставит второй город, как и я. Так, есть лучник. Давайте, наверное, так сделаем. Так. И... Вот так я встану. Не должен убить. Пошли. Медь обработаем. Так, лучником убиваем. Лечимся. Медь обрабатываем. После открытия висячих садов камень откроем. Да, вот тут... Не очень, конечно. Пока... Давайте еще лучника. Бережем леса. Мы их будем вырубать. Но бережем для висячих садов. Чувак тоже в один город играет. Интересно. Сколько у него население? Не, поставил второй. Поставил второй. У него тоже четыре, кстати, в столице. Возможно, тоже в руинке нашел. Так, давайте я сейчас рабочего немножко как скаута использую. Эти, знаете что? А вот сейчас можно... Попробовать... Посила пока сделать. Шесть ходов. Шесть ходов до висячих садов. А посил тоже шесть. Доделаю лучника. Тут просто переключаемся на производство пока. Да, наверное, сделаю седлером. Ну, я сюда куда-то буду ставить. Возможно, стоило... Брать... Пантеон на медь. Все-таки. Не, ну культура... Тоже важна. У меня получается только две... Ну, вот я еще это золото когда-нибудь обработаю и все. Может, какую-нибудь клетку купить на производство. Может, за три хода мы сможем. Четыре все равно. Но жаль. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Висячие сады наши... Мне надо камень открыть, чтобы производство было, и только потом мы пойдем в Петру... Сейчас мы начнем вырубать... Ну, столько два леса для вырубки... Поэтому и не спешу... Так, а вот тут, наверное, на пересеченную местность, чтобы этого лучника завалить... Этим этот лес будем вырубать, этим этот... Так, вот тут у меня, конечно, вопрос... Либо ставить здесь, либо на пшеницу... Не, а, кстати, я могу сюда поставить... Потому что тут озеро... Наверное, вот сюда поставлю... Чтобы меньше... Да, сюда поставим город... Нам бы еще... У Женевы украсть... Рабочего... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий... Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети... Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись! Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей... Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео... Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео... Всем спасибо за поддержку! Тут надо будет защищать рабочего... Лечимся, лечимся, строим... Лечимся пока буду обстреливать... Так, вырубаем... Пожалуй... Блин... Наверное, все-таки пока ферму... Потом поменяем там на... На шахту... Да... ... Ну ладно... Успеем... О, давайте... Сейчас берем на чудеса... Конечно же... Золотой век, то есть мы все очень нормально так ускорились сейчас... Ну, наверное, сразу, сразу после висячих садов начинаем храм Артемиды. А тут у нас уже не будет на него что вырубать. Слушайте, а он... А он даже не взял пантеон никакой, прикол. Ну, да, пускай это обрабатывает пока. Подождите. Нет, давайте золото выкупим. Да, уже сразу... Ой, блин, надо было камень начинать. Черт, что-то тупанул. Что-то тупанул. Я не хост, поэтому не факт, что я уже построил. Пирамиды, а не мои. Ой, пирамиды, висячие сады. Ну, я думаю, что да. Вряд ли он может меня обогнать. Смотрим по демографии. Я все еще впереди по производству. Так что храм Артемиды. Аминь, ферма. Да, очень жаль, что золото в четвертом радиусе. То есть я не буду... Там будет, конечно, висеть, что культура и вера. Но это дается только если вы жителям обрабатываете. Поэтому... На самом деле не будет оно у нас тут даваться. Так, давайте сбегаем к Женеве. Вдруг там... Ух ты. Как-то к Женеву-то... Калашматят. Анна, есть предложение попробовать с этим лагерем разобраться? Хотя он уже сейчас где-то должен родить нового, да? Ладно, стоим. Я буду обстреливать лагерь. У нас прокачанный воин. Видите, на непересеченной местности, чтобы встать. Так что он должен этого чувака выдержать. Блин, я себе храм Артемида еще построил вообще. Но это просто очень хорошая комбо. Потому что храм Артемид дает 15% к еде. Ну и... А... Висячие сады дают. Еду. То есть это рост. А храм... А Петра будет производство давать. Блин, он начал... Лучника обстреливать. Нехорошо. Есть храм Артемиды. Минус лагерь. Лагерь. Хочу просто посмотреть, где рабочий. Подожди, он только сейчас в классическую эпоху вышел? У-у-у. Так, давайте я еще лучника... Блин, у нас один ход, да? Ладно, давайте Мавзолей в Геликарнасе один ход построю. И пошли. Кстати, вот у нас еще дерево вырубить. Так, постою пока. И понеслась Петра. Лошадей тут обработаем. Потом, может, выкуплю лес и вырублю. Ну, 9 ходов. Или вон этим рабочим сейчас подойду. Так, ну, вроде, не должен убивать никого тут. Так, сколько он будет обрабатывать? 4. Там 8. Я пойду лучше сюда. Не убил, слава богу. А теперь вопрос, убьем ли мы этого. У меня такое ощущение, что нет. Что надо отступать. Полечиться хоть какой-то. Блин, а как меня спасти тут дуболома? Черт. Как-то выглядит, что никак. Пока стоим. Фига, он только сейчас принял пантеон. Причем пантеон вообще не, ну, как бы, такой. Так, когда ты не знаешь, что принимать, тогда принимается этот пантеон. Ладно, пока не буду рабочего красть. Панк. 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 Банк. Я еще геликарнас Попробую построить, ребята Я все построю Блин Ну вот, меня только догнал сейчас по производству А я уже тут Все чудеса построил Закрываем Традицию Неужели Минус дуболом все-таки будет Но уже, мне кажется, нету Бессмысленно вырубать сейчас лес на Петру Пошли, наверное, тут фермы Для сектуны делать Да Ладно Что поделать О, руинка еще Как-то я ее пропустил Так, пошли Наверное, сюда Обработаю золото чисто ради счастья Потому что до этого золота мы не скоро доберемся Нам надо с этим лагерем разбираться как-то Так, и дальше, наверное, в философию пойдем Так, здесь переключаемся на библиотечку С Петра я караван в сектуну пущу Чтобы она росла, потому что как-то еды нет у нее Стокгольм и так с садами растет Строю геликораз Не только потому что он 67 монет будет за использование великих людей давать Но и потому что камень у меня То есть еще камень будет золото давать Стоунхенш Я так и знал, что он будет релижку пытаться взять И он, ну, у меня всего лишь плюс два Так что он вполне может первым религию набить Тут могут лагеря появляться Надо бы, чтобы скорее Стокгольм вот эти клетки все купил Не может туда стрельнуть Так, пошли Опа, а чей-то вот тут рабочий У нас стоит Давайте попробуем забрать рабочего Неужели еще и гелик Нет, ну я скорее всего Сто процентов гелик, потому что он уже Стоунхенш построил Если он там начал гелик строить То А, блин Тут уже есть кемп, да Я просто боюсь, что если я сейчас пойду Забирать, то меня сейчас караван разграбят Блин, не знаю, надо имху Потому что тут уже построенный лагерь Значит, что рабочий сейчас уйдет отсюда, понимаете Да, все нормально Открым, блин Короче, руинка дала Карту местности О, чувак уже ко мне приехал колясками Ну что, логично Логично Не спорим Давайте мы коляски поставим Но он явно в традицию играет Тоже Так что Я не особо боюсь его нападения Буду честен С вами Так вот А то туда поехал Логично С его стороны, кстати Все верно делает Товарищ Так что Нам тоже надо немножко Построить Колясочек здесь Особенно вот с этой стороны Тут очень хороший такой подход Ко мне Да, блин Ну что вот Не дает Не дают варвары Развиваться Ладно, сейчас беглу пока А вот ты где Мой маленький Нежный зверь Давайте еще Наверное Вот так Встанем Вон Союзник С Квебеком Ну это на рост Город Приятненько Конечно Так Я бы тут уже Дорогу Наверное Строил Между Моими Городами Да Но нам Третий город Где-то На воде Надо будет Ставить Вот я Вот я фасткликер Конечно Придется 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 Сюда Ставься Чтобы он Опять же Не встал И не Разграбил Караван Мне Ну конечно Ко мне тяжело Пройти Чтобы мои города Увидеть Увидеть Еды У него Явно Больше Тупо За счет Морских Караванов Рассинхрон Будет Не факт Что я убил Не факт Что я убил Потому что он Хост И У меня Выглядит Как будто Я убил На самом деле Скорее Всего Нет Видите Я ему Даже Урона Не нанес По мнению Игры Он Кстати Это Скорее всего Он Освободил Рабочего Для Женевы Чтобы Задружиться Давайте Наверное Так Сделаем И так Так Куда мы Дальше Пойдем Кстати Наверное Караван Еще Один Откроем И В Чеченичку Караван Надо Выпоставить Сейчас Там Тут Библиотека Есть Сейчас Я буду Нацколешь После Вот Этой Вот Фигни Потому что Это Производство Дает Пошли Нацколешь Пять Ходов Тут Дорогу Строим Наверное Даже Вот так Буду Строить Дорогу Чтобы Нам Только Один Раз Надо Было Речку Пересекать Пока Инженерное Дело Не Открыли Блин А с Другой Стороны Ой Не знаю Короче Пока Так Строю О Рабочий Женевый Усили Зашибись Надо Сходить Отбить Конечно Так Вот Тут Я стоял Просто Контролировал Он Реально Хочет Союзиться С Женевой Чтобы Типа Видеть Тут Все И Отсюда Скорее Всего Нападать На Меня Ну Посмотрим О Там Женева Помогает Мне С лагерем Мне кажется Вот этот Лагерь Он Убил Уже То есть Его Нет А Слушайте У него Нет Одно чудо Здесь У него У него Какое-то чудо Потому что Барьерный риф Тут У Женевы Он не мог Его использовать Еще Какое-то чудо У него Конкретно Интересно Какое Он даже Не взял Плюс Четыре Значит Наверное Говняное Рядом С которым Он не Хочет Ставить Город Даже Видимо Так Производство У меня Выше У него Еда Выше Все У меня Кати Ни одного Каравана Еще Нет Один Есть От Петры Но я Больше Не строил Караванов Поэтому Надо Быть Ой Блин Блин Он Сейчас Заберет Этот Лагерь Женевы Я имею Ввиду Фак Знаете Что Давайте Мы Как-то Вот Так Подойдем Мне кажется Он Все Все Заберет Просто Не Обстреливаем Сейчас Так Кстати Мне надо Вино Обработать Потому что Стокгольм Вино Хочет Как раз Осектуна Миха Миха Мы Обеспечить Не Можем Собрался Да Ты Прикалываешься Господи Ну Как Вот Ну Чего Так Тупо В Игре Это Все Сделано Он Забирает Лагерь ГГ ГГшка Ж Первая Ходит Каким Образом Там Появился Конь Все Равно Трындец Но он Что-то Дебильно Походил Поэтому Мы Это Заберем Обратно Так Тут По-моему Что Можно Откладывать Прокачки Поэтому Будем Откладывать Прокачки На Рационализм Не знаю Или Коммерцию Может Взять Ладно Я Подумаю Мы Еще Один Караван Можем Построить Но Пока Может Я могу Как-нибудь Третий Город Не на Побережье А может Тут Сюда На Корову Поставить Не Вырубать Лес Тогда Он Атакует Или Она Сюда Атакуется Я Не пойму С этой Клетки Мне кажется Хорошая идея На эту Корову Поставить Знаете В Стокгольме После Гильдии Писателей Посела Сделаю Вообще Мне бы Он Вот он Куда Идет По науке Во-первых Одинаково Но Он Деньги Вообще Не Открыл Даже Он Открыл Оптику Очевидно Вместо Денег То есть Чеченец Тоже Моя Блин Я бы Не спешил Пока С Поселенцем Значит Нам надо Чеченицу Построить Еще Тут вообще Просто Особо Нету Выбора Сектуны Что Обрабатывать Так Гильдия Писателей Один Ход До Караван Рабочий Давайте National Epic Один Ход Буквально Мы Увидим Он Средневековье Не Вышел Я Выхожу Средневековье Давайте Я вот сюда Вырублю лес Как раз Куплю Эту клетку Вырублю лес На Чеченицу Кроме того У меня должен Уже Скоро Быть Инженер А Блин Что Наврайпер Сбилд Не поставил Не знаю Инженер Мне Наверно Надо В Мачу-Пикчу Ее Заинженерить Просто Как-то Так Амфитеатр Давайте Наверное Святилище Быстрее Религию Принять Вот Я Что-то На религию Забил А там Хорошая Религия На Процент Производству Так И у меня В Стокгольме День Короля Это 25% Выше Рост Города А Он основал Религию Фак И Взял Фигню Почему Ты не берешь На производство Через традицию Я не понимаю Какие-то люди Пагоды Я конечно Не спорю Пагоды Хороши Но Процент Производства Лучшая Ладно Кто Я Такой Что у него тут Рабочий Делает Такое ощущение Что у женевых Слишком дофига Рабочих И она такая А Бегайте Где хотите Блин Не могу встать Чтобы видеть Все клетки Где он может Высадиться Он только сейчас Вышел Средневековье И Это Тоже Гражданская Служба Ну Удачи Тебе Догнать Меня С Чеченицей Инженера У него Не может Быть Так Храм Построю А у меня Есть инженер Но мы Его на Мачу-Пикчу Держим Так Есть Мачу-Пикчу Наверное Давайте Так 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 И так Сделаем Я должен Ставить Третий Город Но Его Надо Ставить С Арбалетами Уже Сразу Он Со Своими Норскими Караванами Не Может Догнать Меня С С Висячими Садами И Артемидой Ну и Понятно Что У меня Большинство Производства В Стокгольме Именно У меня Столица Которая Клепает Чудеса Дает Огромный Выхлоп Производства Чеченица И Мачу-Пикчу Инженерим Просто Мне кажется Без шансов Для соперника Я даже Я даже Использую Пока Способность Ну Все Он Сдался Это Было Изи Давайте Глянем Что Там У него Он Тут Крался Скаут Смотрите К Женеве Сейчас Чтобы Тут Выйти Но Территорию 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 Я бы Еще Поиграл Просто Потому Что Он Контролирует Море То Я бы Ставил Город И Я бы На Его Месте Все Так Пытался Горой Петра Потратил Не на Мачу Пик Че На Парфенон Прикол А Вот Петра У него Был Ой Петра Виктория Чудо Было И Он Видимо Тимбукту Вел Под Чудо Ну Это Очень Тяжело Он Во втором Радиусе У Квбека То есть Это Город Гостарса 100% Его Заберет Так Что Тут Тоже Сядь Он Без Чуда Во Много Но Смотрите Он Мог Засоюзить Женеву То есть У него Тоже Варианты Тут Армии Высадиться Что-то Поделать Он Просто Так Как Он Сидел В развитии Играл Вместо Того Чтобы Армию Построить В данном Случа Против Меня Против Человека Который Сидит Чудеса Строить Надо Армию Строить И Бежать Там Грабить Ты Не Захватишь Вряд Ли Захватишь Но Просто Можно Испоганить Развитие Ты Настроил Армию Особенно Там Колясок Или Вышел Во всадник Всадников Лучше всего Всадников Потому что Они быстро Бегают Их тяжело Убивать Настроил Там Три Всадника Прибежал Можно Этих Какими-то В поддержке Использовать Засоюзил Женеву Тут Он Кстати Не пообещал Защиту Даже Высадился Пошел Тут Грабить А Сам В это время Сидишь Разбиваешься А я Судорожно Строю Армию Чтобы От этого Отбиваться Всего Ну В любом случае Такая вот Дуэлька Получилась По-моему Прикольная Спасибо Что смотрели На этом Все Играйте В умные Игры Слава Украине Живей Беларусь И Россия Будет Свободной Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Супер Спасибо До встречи